Юлия Буганкова. Что можно сказать о Юлии? Во-первых, она носит звание друга нашего фестиваля, то есть Огнецкой ноты. Она не пропустила ни одного нашего фестиваля, то есть каждый апрель она у нас. Если вы хотели увидеть олицетворение музыки, то это Юлия Буганкова. У меня всегда была мечта, хочется играть на фортепиано именно как она. Юлия постоянно всем подыгрывает, что-то делает, всем помогает. Но мы-то знаем, Юля, знаем мы, что ты являешься лауреатом фестиваля «Бабье лето» как поэт. Было дело. Было дело. Итак, Юлия Буганкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо вам, друзья. К сожалению, я предстану сегодня не в тех ипостасях, о которых, ну, только в одной из них, о которой рассказала Алена. Я собиралась всех удивить и исполнить много классической, не очень авторской песни. Но буквально во время вчерашних мастерских у меня пропал певческий голос, поэтому мне пришлось призвать на помощь Сашу Щербина. И с ним я выступлю как пианист. И в конце смогу спеть те две песни, на которые у меня еще хватает голоса. Встречайте, пожалуйста, Александр Щербина. А сейчас начинается самое интересное – имправизация. Я стараюсь. Я стараюсь. Паша. Это помнишь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Герна говорит Вот только не надо смотреть на меня такого, простите Простите, конечно, я все понимаю Красивые сказки, сказочники и тому подобное Но не дура же я в самом деле тащиться в эту вашу лапланть Ни машин, ни гостиница, ни оленьи-упряжки, долочуги с лапланками А я читала про них, они все там старухи И жарят рыбу на испорченном масле А после пишут на этой рыбе письма с тупыми ошибками Отправляют таким же древним старухам в Финляндию Ждут месяцами от этого, как будто Ямилов и Скайпа вообще еще не придут Так говорит Герна И поправляет бумажные розы, сложенные из конфетных оберток и фанц А бумажные розы ей нравятся больше живых, не мерзнут И не надо ухаживать дважды в год Она пересаживает их в новый горшок и добавляет на редкие фанцы Иногда украшает стеклянными бусами, что хранятся в шкатулке у бабушки Ближе к вечеру Ближе к вечеру к ним приходит царинник Всегда верный И совсем почтительный Бабушка бурчит себе, что пропадался Почти сразу оборачивается к телевизору Герна предлагает цариннику холодного чая И слушает, как стучит в чайной чашке ложечка А потом они складывают из льдинок слова И играют в скрабу И советник всегда выигрывает А Герне не важно В скрабле ей нравится только название Напоминает скороговорку, что-то из детства про кремли, кравли или вроде этого Вспоминать неохота Какая разница, как там этому Каю и кается Ну любит мальчик кататься в чужих саночках Вот пусть теперь мальчик катится И дай хватит Хватит смотреть на него так упразительно Но это дело даже не в розыске Не в кае Уж, конечно, не в этой Лапландии Просто когда-то Просто когда-то Давным-давно, когда Тролли и вправду разбили кривой зеркал Герке представьте Тоже достался Осколыш У нас просьба чуть-чуть в мониторе потише сделать фортепиано Если возможно Попробуй ведь что-нибудь Можно еще чуть-чуть Да? В честь искусства и мальчик завтра Конечно Страус мальчик не обидит Мальчик М А страус M Этому нет какого-то там новоочного объяснения Разве что где-то глупоко-глупоко в ливидах Но тут либо-либо Как в пятом сезоне Хаоса Либо уже любить Либо сдавать психоанализм А мальчик утром сидит в своего страуса И страус к вечеру добегает до своей Я не знаю, может, и своей Африки, небо в Африке. Такое старое, что больше уже не старое. Солнце летит, не моргая, как всегда на экваторе. Мальчик Кэма вообще-то не любит солнце. Он любит страусы. И страус прокалывает себе левую кровь. Потому что так нравится мальчик. Ночами, ночами они сидят и смотрят, куда кому хочется. Вместе горят какие-то листья, свернутые тонкими пальчиками. А еще страусы учат мальчика прятать в песок голову. Это потому что любви не хватает чуть-чуть одиночества. И, в общем-то, вот это ничего дурного, или тем более стыдного, хоть в обществе как-то не принято говорить о дружбе страусам с мальчиком. В обществе вообще не принято говорить о дружбе, только о погоне и о политике. Поэтому пока будем ждать возвращения страусы из Африки. Где небо, какое старое, что больше уже не старится. Солнце глядит, не моргая, как всегда на экваторе. Где мальчик не любит солнца, он любит страуса. И страус прокалывает себе брови и клюв, чтобы сделать счастливым мальчиком. Последнюю историю, которую мы выбрали. Практически, вот я сейчас объясню тогда, Юля, про что это стих, потом я ему сказал. Это, Юля, поэты же, вот обожают рассказывать, о чем они, да, это стих о том, что, знаешь, вот надо, в общем, быть разборчивым. Выбирать, кто, в общем, рядом с собой. Потому что, знаете, раз — и накроет. А? И кто там рядом? В общем, рассказал все. Да, хорошо. Взял берет. Все не то. И потом, по невавилонской башне, Подучил языки, Сколотил себе лодку, Покрасил все. В каждом встреченном баре Вещало, смешонно, страшно, Всякрыт. Выбивки брал по баре, Знал, что веры — это и хватит с избытком, Чтоб затемно выйти в море. Перед тем, что грядет, Ни намека на шторму, Ни рядом. Если правда уже родилась та волна, Что вскоре нас накроет, Пора выбирать, Кто окажется с нами рядом. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Раз, два, три, четыре. Спасибо. Первая песня из двух, первая, которую я спою, это песня Татьяны Пучко, автора, с которым мы долгие годы приезжали сюда, к дуэту. Ну и поэтому я решила, что ее песня, несмотря на то, что ее нет, звучать должна. Ну и плюс это вторая из тех песен, которые сейчас мне посильны по голосу. Песня называется «По ветре». Я спою тебе о ветре. Приходи ко мне, нет, не отравен. Я спою тебе о ветре. Мы давно играем в прятки, будто вы во сне. Приходи ко мне, заведем свои порядки. Если ты меня оставишь, если ты уйдешь, будет плакать дождь. Если ты меня оставишь, я не стану бить посуду, не достану нож. Если ты уйдешь, я скорее тебя забуду. И вторая песня — это песня Ольги Качановой. Она называется «Поздний Хризантем». Поздний Хризантем. Яблоки золотые, кажется нам, что время замедлило шаг. Мы посмотрели в ноты, как это на латыни сказано. Там от лебеду жить не спеша. Медленно и свободно, медленно и вольгодно Двигаться по теченью, себе потокать. Чтобы налюбоваться сколько души угодно, Господи, как красиво, красиво, так как. Мы будем жить нудро, но не дольше, чем надо. Мы надышимся вдоволь и насмотримся в сласть. Все сальные осады от осеннего сада, Прихватить бы с собою, да не вильно красть. Поздние Хризантемы, пахнущие снегами, Саженцы молодые, что тянутся вверх. Там высоко журавлик, легкий, как ореками, Крупкий, как ореками, затерянный стель. Медленно и свободно, медленно и вольгодно Реет, как будто знает, что время не в счет. Он из бумаги пищи, он из бумаги нотной Музыка со стихами, а что же еще? Мы будем жить долго, но не дольше, чем надо. Мы напишемся в волю, мы напашемся в сласть. А этот осадок от осеннего сада Прихватить бы с собою, да не вильно красть. Яблоки Хризантемы, сад наш окутан дымом, Время неумолимо несет к берегам. Господи, как красиво, просто невыносимо Вынести бы с собою, да не утешать. Мы будем жить долго. Господи, как красиво. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо.